Лицевые накладки, которые используются при игре и непосредственно соприкасаются с кожей игрока, бывают двух видов – поролоновые или из кожного заменителя. Мы рекомендуем вам использовать из кожного заменителя, поскольку они не впитывают пот и их проще обрабатывать после игры. Но и тут могут возникнуть свои нюансы. Даже при правильном уходе и обработке со временем такие накладки из кожного заменителя могут прийти в негодность. Поэтому для защиты вашего оборудования мы рекомендуем использовать дополнительные силиконовые накладки, которые надеваются поверх накладок из кожного заменителя. Также для большей сохранности вашего оборудования рекомендуем использовать силиконовые накладки на все элементы оборудования – контроллеры, шлема и лицевые крепления. Следующую часть, которую мы с вами разберем, это обработка оборудования. Для нее нам понадобятся спиртосодержащий раствор, бумажные салфетки, тканевые салфетки. Все эти средства должны находиться в зоне доступа сотрудников, на полках с оборудованием. Перед игрой необходимо убедиться в чистоте линз. Для этого мы протираем их сухими салфетками. При необходимости настраиваем расстояние между ними для более четкого изображения. Перед началом игры необходимо убедиться в чистоте оборудования. Если есть необходимость, можно повторить процедуру обработки антисептиком. Также каждому гостю необходимо раздать одноразовую маску. Важный момент. Маски должны быть белые, либо светлого цвета. Темные и черные маски нам категорически не подходят. Дело в том, что черные маски датчик распознавания лиц в шлеме просто не видит. После каждой игры необходимо обрабатывать оборудование. Это делает оператор после того, как снимет все шлема с каждого игрока. Начинаем мы с того, что наносим спиртосодержащий раствор на тканевую салфетку и протираем зону, которая соприкасается с лицом игрока. Далее приступаем к обработке внутренней части шлема. После чего берем контроллеры и влажной салфеткой обрабатываем всю поверхность джойстика. Линзы рекомендуется обрабатывать сухой салфеткой, дабы не допустить попадания спиртосодержащего раствора на них. По необходимости после всех процедур можно пройти по всем поверхностям сухой салфеткой, чтобы удалить лишнюю влажность. Ну что ж, уважаемые коллеги, спасибо за уделенное время. Желаю вам прекрасных игр, большого количества гостей и прекрасного настроения. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok